Президент Украины Владимир Зеленский обозначил пять пунктов, следуя которым он планирует сделать свою страну самой динамично развивающейся в мире. Главными целями Зеленский назвал достижение мира в Донбассе на условиях Киева, привлечение инвестиций, а также реальное народовластие. Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях, то есть с возвращением Украине территорий и наших людей. На второе место в формуле будущего Украины ее лидер поставил эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. Речь идет, как пояснил Зеленский, о победе над коррупцией и справедливых судах. Замкнула тройку предпочтений украинского лидера тема важности инвестиций для страны, поэтому понадобится убрать непроходимый барьер и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса. Четвертым условием улучшения жизни украинцев Зеленский назвал развитие инфраструктуры, в том числе дорог. На пятом месте в формуле будущего президента Украины значится народовластие. Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решение власти от уровня громады до уровня президента. По мнению Зеленского, Украине по силам оказаться страной с самым быстрым темпом позитивных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Украинцам следует доказать, что невозможное возможно, заметил президент. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего самим себе. Зеленский повторяется в своих лозунгах, поскольку в июне 2019-го на встрече с представителями ОБСЕ он уже заявил, что считает достижение мира в Донбассе главной задачей для себя на посту главы государства. «Для меня самая главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой». 12 декабря Верховная Рада пролонгировала до конца 2020 года закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В партии «Слуга народа» подчеркнули, что принятие этого документа означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи Нормандской четверти. В Париже 9 декабря прошел саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины, который продлился порядка 8 часов. Одной из главных тем форума стало урегулирование конфликта на востоке Украины. СМИ писали, что переговоры шли с трудом. В один момент Зеленский заявил, что если ему придется договариваться в Киеве о выполнении минских соглашений, то в следующий раз будут разговаривать с другим президентом. Кроме того, сообщалось, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не соглашались с аргументами друг друга и говорили между собой, как люди из разных миров. Позднее Зеленский заявил, что саммит прошел в ничью. По его словам, со стороны Путина были некоторые уступки. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok